всем привет меня зовут гульнас я мама особенного ребенка османчика пока османчик спит я решила снять сюжет на тему стоит ли соглашаться на операцию по удалению аденоидов хочу рассказать вам как мы избежали этой операции и что предприняли возможно кому-то будет полезны наши советы и так прошлом видео сюжете я вам рассказывал о том что мы приболели месяц назад был р.з. мы три недели лечились после этого нам стало хуже ребенок перестал дышать вообще то есть я ночами наносила его на руках потому что ребенок задыхался он не мог дышать не ртом не носом а 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 мы обратились к платному лору с ижевска нам было назначено лечение Посмотрите в предыдущем видео, кому интересно. На четвёртый день лечения, ближе к полуночи, мы начали очень сильно задыхаться. Я просто расплакалась и я не знала, как помочь своему ребёнку. Это самое страшное, когда вы не можете помочь своему ребёнку, вы ничего не можете сделать. Я осмелилась и обратилась уже поздно к этому врачу с Ижевска. Написала ей аудиосообщение, отправила ей аудиосообщение по WhatsApp. Спасибо ей за то, что она мне тут же сразу перезвонила. Я рассказала ей, что ребёнку только хуже становится. То есть назначенное лечение не помогает. И она сказала, чтобы мы немедленно ехали в Ижевск к ней, в клинику. К сожалению, это было воскресенье, в понедельник она не работала. И она нас пригласила во вторник. То есть ещё мучительные двое суток мы вот так прожили. Во вторник мы помчались в Ижевск к этому врачу. Какая ёлочка красивая, да? Давай посмотрим поближе. Посмотри, какая ёлочка здесь уже здесь стоит, да? С игрушками. Какая красота, да, смальчик? А где сова? Где сова? У-у-у, сидит, смотри. Птичка-сова. Да, сова, да? Красиво, когда смальчик. Красиво. 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 она эндоскопом пыталась пролезть через нос но к сожалению у нас искривление носовой перегородки то есть с левой стороны проход то есть наоборот с левой стороны проход практически перекрыт а с правой стороны было огромное количество слизи она отсосала всю эту слизь но несмотря на это слизь продолжала идти обильно и она не смогла пролезть даже эндоскопом тогда она попыталась пройти эндоскоп через рот да это было неприятно это вызывает рвотный рефлекс но османчик выдержал и затем она мне показала на видео который она сняла с помощью эндоскопа огромную огромный аденоид третьей степени который перекрывает весь просвет что такое длина вид вы знаете что есть две миндалины которые видны когда ребенок открывает рот и чуть выше на задней стенке носоглотки находится этот эта миндалина которая при различных инфекциях увеличивается в размерах вот и врач не могла понять почему 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 нам становится хуже потому что были назначены и гормональные препараты и сосудорасширяющие и антибиотики очень сильные антибиотики клоцит но ребенка становился хуже тогда я предположила нет ли у нас аллергии на что-то потому что у меня старший ребенок аллергик у меня у самой аллергия на цветение на растение поленос и я начала перечислять какие продукты мы употребляем как оказалось впоследствии у нас была сильная реакция на мед сейчас мои дорогие хейтеры наверняка накинутся на меня скажут что да как ты могла это же сильный аллерген да конечно я знаю что это сильный аллерген но я его начинала вводить буквально полгода назад на кончике ложечки то есть раз в неделю мало близова ложечку и никакой реакции не было и по утрам я давала ему хлебушек намазан намазанный маслом сливочным маслом и сверху тоненьким слоем меда так как мы не набираем вес я уже не знаю что предложить ему на завтраке от кашу начал отказываться они ему надоели вот и на протяжении первых двух недель все было нормально и вот сейчас я уже вспоминаю что на третьей неделе у нас появился появилась заложенность носа и отсюда все и пошло все хуже им установил все хуже и хуже конечно мы принимаем антигистаминные препараты но вот как казалось что мед очень сильно вот так повлиял на общее на состояние ребенка врач рекомендовала нам немедленно сделать операцию потому что алиноид очень огромный страдает организм не поступает кислород поэтому мы не очень долго думала и по приезду домой я убрала из рациона мед убрала сахар убрала молоко по рекомендации лора также я просмотрела видеосюжет доктора комаровского который мне прислала моя подписчица татьяна из александровки спасибо вам огромное вы действительно очень сильно мне помогли я просмотрела этот видеосюжет где комаровский утверждает что нет такой таблетки от которой могла бы вылечить аденоидид единственное что мы можем сделать это проводить некие мероприятия для поддержания иммунитета что он предлагает укладывать ребенка в проветриваю проветриваю комнате при температуре 18-20 максимум 21 градус в теплой пижаме под теплым одеялом при влажности воздуха от 40 до 60 процентов при этом постоянно промывать но нос физрастворами его морской водой вот это все что мы можем сделать помочь ребенку а также ежедневные прогулки физические нагрузки если ребенок отказаться кушать не заставлять его к сожалению это все что мы можем сделать и я тут же уложила ребенка в прохладную комнату открыла форточку укутала его одеялом и о чудо через полчаса ребенок задышал уснул и проспал около двух часов еще раз говорю вам огромное спасибо татьяна если кому то будет интересно я оставлю ссылочку на этот видеосюжет также я поступила и ночью уложила в про в комнату которую я проветрила предварительно поставила увлажнитель воздуха и о чудо ребенок первый час задыхался но затем спокойно задышал и уснул и мы спали до утра вы не представляете я проспала вместе со с мальчиком 10 часов подряд ну видимо у меня уже хроническая усталость но не хотелось спать еще еще и еще вот и таким образом мы поступаем теперь ежедневно мы исключили из рациона мед и через два дня я позвонила в клинику и отказалась от операции потому что ребенок дышит у нас прошла слизь ребенок начал дышать и не знаю что там с аденоидом но конечно же немножко еще похрапывает ночью но по крайней мере спит уже третьи сутки мы спим вот поэтому прежде чем удалять аденоид до прислушайтесь пожалуйста может быть вам тоже этапа поможет проветривать комнату и укладывать ребенка именно в холодный воздух я очень рада что мы избежали еще одной операции еще еще одного наркоза поэтому берегите своих детей берите себя и вам всем желаю здоровья всем пока